Вещание телеканала Сочи 24 продолжает информационный выпуск. Здравствуйте! В эфире время новостей Сочи с Алиной Тищенко. В ближайший час мои коллеги и я расскажем вам о главных событиях этого дня. И вот лишь некоторые темы выпуска. День любви, семьи и верности. Православные сегодня почитают цветы Петра и Февронию, как этот день отметили в Сочи. Расширяя горизонты, Морпорт Сочи налаживает международное сообщение, когда и куда отправятся первые пассажиры. Искореженные легковушки и один автобус, что стало причиной массовой аварии по дороге в Красную Поляну в традиционной сводке ЧП. В Сочи отметили Всероссийский день семьи, любви и верности. Культурно-развлекательная программа была подготовлена во всех районах курорта. В городских храмах прошли богослужения в память святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Наша съемочная группа побывала на главной службе в соборе Михаила Архангела. Восемь утра в соборе Михаила Архангела началось торжественное богослужение. На него собрались более трех тысяч человек – сочинцев и гостей города, представителей городской власти, казачества и священнослужителей. Во время богослужения все желающие смогли приложиться к мощам святых Петра и Февронии. Божественную литургию возглавил епископ Сочинский и Туапсинский Герман. Для православных 8 июля – это особый день. Это праздник нашей семьи, она образовалась в этот день, можно так сказать. Поэтому мы очень любим, чтим этот праздник. Святые Петр и Феврония в православной церкви считаются покровителями семьи, любви и верности. Приходим в храм, проводим время с близкими людьми. Как говорили, да, святые, что если разрушится семья, разрушится государство. Поэтому нам всем нужно чтить, молиться. В 10 утра верующие прошли крестным ходом от собора Михаила Архангела ко дворцу бракосочетания Центрального района. Ход с молитвами и песнями для города-курорта стал доброй традицией в светлый праздник. В Петре и Февронии соединились идеалы русского народа, поэтому они так важны для нас. Слава Богу, в этом году установлено всероссийское празднование на федеральном уровне. Президент Российской Федерации подписал законопроект, и этот праздник стал государственным. После торжественного молебна у памятника благоверным князям Петру и Февронии Муромским прошла передача представителям ЗАГСа «Иконы со святыми». Ведь именно 8 июля желающих зарегистрировать свой брак особенно много. Сегодня 8 июля, день семьи, любви и верности. И у нас в этот день хотят очень много пар зарегистрировать свои отношения. Сегодня планируется 20 пар. Вечером на площади перед Сочинским ЗАГСом состоялось мероприятие «Фэмили фест» для молодых семей, а также чествование победителей городского фестиваля «Моя семья». Новая школа в сочинском микрорайоне «Мамайка» готова на 75%. Долгожданное образовательное учреждение, находящееся в одном из самых густонаселенных микрорайонов курортного Сочи, рассчитано на 800 мест. На участке расположится 8 учебных корпусов, летний оздоровительный лагерь, стадион с тренажерами и баскетбольной площадкой. Сейчас одновременно со строительством укладываются наружные сети канализации и пожарного водопровода, устанавливают котельную. На пятом блоке ведут арматурные работы, устраивают вытяжную пожарную вентиляцию. Шестой и седьмой блоки штукатурят, на восьмом блоке ведут монолитные работы устройства армокаркасов плиты покрытия. Школу должны ввести в эксплуатацию до 1 сентября 2022 года. Напомню, жители микрорайона ждут ее больше 20 лет. За последние годы население Мамайки выросло почти в 2,5 раза – до 25 тысяч человек. Между городами Крыма, Сочи и Новороссийском предлагают наладить морское сообщение. Такую инициативу озвучили в Комитете Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Ну а морской порт Сочи тем временем вновь запускает регулярные международные рейсы. Утром 16 июля лайнер «Астория Гранды» примет на борт первых пассажиров в городе-курорте. Также он отправится в город Стамбул. Лайнер принадлежит российскому судовладельцу. Организацию туров взяла на себя турецкая компания. Вперед с июля по октябрь лайнер совершит 15 рейсов продолжительностью 14 дней. Борт вмещает 1382 пассажира. Организаторы тура в нынешнем сезоне рассчитывают привлечь более 20 тысяч российских туристов. До июня 2021 года круизное судно «Астория Гранды» ходило под флагом Германии в Балтийском море и носило другое имя. Корабль выкупила российская компания «Аквилон» специально для того, чтобы наладить туристические маршруты из Сочи в города Турции. В России начали печатать обновленные 100-рублевые купюры. На модернизированной банкноте, выполненной в оранжевом и оливковом цветах, изображены символы Москвы и Центрального федерального округа. На лицевой стороне это Спасская башня Кремля, а на оборотной – Ржевский мемориал. Напомню, что Банк России представил и ввел в обращение купюру номиналом 100 рублей нового образца 30 июня. Новые банкноты начнут поступать в обращение постепенно и будут функционировать вместе с предыдущими версиями купюр. Уточнялось, что массовый выпуск новых банкнот начнется после адаптации банковского оборудования. Также при создании банкнот специалисты усилили меры защиты. Помимо традиционно используемых, на каждой из купюр расположен QR-код, который ведет на страницу Банка России. У новой 100-рублевой купюры есть особые свойства. Они препятствуют размножению микробов. Другие банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1000 и 5000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей в 2024, а 10,50 рублей в 2025 году. Названы самые опасные имена для детей. Ко дню «Семьи, любви и верности» страховая компания «Согласие» составила рейтинг самых травмоопасных детских имен. По данным экспертов, застрахованные от несчастных случаев непоседы именно с такими именами чаще всего в этом году сталкивались с различными травмами – ушибами, растяжениями, сотрясениями и переломами. Первую строчку рейтинга среди девочек занимают Аделины и Эмилии. Доля обращений за компенсациями в общем количестве застрахованных детей с этими именами стала самой высокой – 1,5%. На втором и третьем местах – Анжелики и Дарины. Наиболее активными мальчиками оказались Савелий и Борисы. Доля обращений за компенсациями колеблется от 1,16% до 1,21%. А самые осторожные – Алены, Ангелины, Марины и Таисии. На их долю приходится меньше всего страховых случаев. Наиболее безопасными именами у мальчиков стали Виктор, Юрий, Семен, Платон и Всеволод. В минувшие сутки в Сочи не обошлось без происшествий. О некоторых из них мы расскажем в традиционной сводке ЧП. На 31-м километре автодороги Адлер-Альпика-Сервис произошло массовое ДТП с участием экскурсионного автобуса. По предварительным данным, его водитель допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя легковыми автомобилями, которые двигались во встречном направлении. В результате пострадали пять человек в возрасте от 27 до 50 лет. Среди них 12-летний подросток. Все они доставлены в медицинские учреждения. Кроме того, прокуратура района взяла под контроль ход и результаты проведения процессуальной проверки. На курортном проспекте в Хостинском районе машина скорой помощи догнала Тойоту. Об этом сообщают очевидцы. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники госавтоинспекции. В результате ДТП никто не пострадал. В Сочи продолжается реализация программы «Малых дел». В этот раз городская администрация провела работы в Хостинском районе. В июне этого года на улице Шоссейной появилось освещение. А в селе Пластунка построили новую детскую площадку. Подробнее об исполненных наказах жителей расскажет Асаль Тулигенова. На улице Шоссейной в Хостинском районе проживает много семей. Ежедневно по этой дороге взрослые выходят из дома на работу, родители отправляют детей в школу и детские сады. В июне этого года по просьбам жителей здесь подключили уличное освещение. Для комфорта горожан свет провели к 17 электрическим столбам на протяжении всей улицы. Нужно было объединить усилия нескольких организаций. Это было сделано руководством администрации города, руководством района. Алексею Сергеевичу Капайгородскому, Ивану Михайловичу Савину. Огромное им за это спасибо, потому что надо было связать в одно целое раз сети Сочи Свет, Департамент имущественных отношений, чтобы передать данные сети на баланс города. А жители густонаселенного села Пластунка радуются долгожданной детской площадке. Ее также открыли в начале этого лета. По поручению Алексея Сергеевича Капайгородского в рамках программы «Малых дел» в 2022 году была построена новая детская площадка по улице Джапаридзе. Там было установлено около восьми аттракционов, а также воркаут. Сочинцы особенно отметили удобное расположение новой зоны. До нее можно быстро пройти по освещенной улице Джапаридзе, а затем безопасно вернуться обратно домой. Вот такая большая площадка на 200 квадратов, потому что у нас здесь много детишек. Слава Богу, что они есть, они играются. От всех жителей села Пластунка, от детишек, от них большая-большая благодарность. Районные администрации и мэрия города-курорта регулярно исполняют поручения жителей. Прием заявок от горожан всего Большого Сочи продолжается. Ассаль Тулегенова, Дарья Дмитриева, Александр Киреев. Время новостей. Количество маршрутов патрулирования для казаков и народных дружинников увеличили в Сочи. Единый развод сил правопорядка проходит перед выходом на улицы курорта. На этот раз его организовали в Адлерском районе. Проводил его начальник УВД по городу Сочи, генерал-майор полиции Сергей Огурцов. На площади перед районной администрацией в одном строю стояли сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, казаки, а также дружинники, в том числе и спортсмены-добровольцы. Всего более 110 человек. Совместные рейды сотрудников полиции, казачества, народных дружин проводятся по поручению главы города Сочи на регулярной основе. Рейды направлены на поддержание правопорядка на всех гостевых маршрутах, а также на пляжных территориях. Маршруты перенаправили с учетом и усилением, как раз, уделением внимания пляжной территории. В настоящее время как раз и проводится такой рейд. Патрули получили задание, на что именно необходимо обращать внимание во время рейда. Это набережные и пляжная полоса. Там и проходит большинство рейдовых маршрутов. Напомню, что в летний сезон курорт планируют принять 4,5 миллиона туристов. Вопрос безопасности отдыхающих стоит на первом месте. Для обеспечения охраны общественного порядка в Сочи прибыли дополнительные силы полиции из других районов края, а также регионов страны. Что касается пляжа Фрегат, позиция администрации города однозначна. Договор с арендатором пляжа, который не обеспечил безопасность на своей территории, расторгнут. Такое решение уже принято. В течение 10 дней данное решение вступит в силу. После этого будет проведена конкурсная процедура на отбор иного пользователя пляжной территории. Сейчас мы рассматриваем все возможные варианты по проведению процедуры для ускорения этого процесса, чтобы гости и жители нашего города не почувствовали. На всех пляжах есть стенды с правилами поведения для отдыхающих. Туристам необходимо помнить, что на пляжах нельзя появляться в нетрезвом виде или вести себя вызывающе, мешающее отдыху других людей. И напомню, что во время летнего сезона на курорте проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Право порядок». И только в Адлерском районе рейдовыми группами составлено 16 административных протоколов за разные нарушения, изъято из незаконной реализации 500 литров алкогольной продукции. Полицейские также выявили человека, находящегося в федеральном розыске. Спортивные школы города, пользуясь летними каникулами и паузой в тренировочном процессе, занялись ремонтом и реконструкцией залов. Каждый объект на контроле главы города Алексея Копайгородского. Мэр провел выездное совещание, побывал в нескольких спортшколах. Уже через месяц учащиеся корпуса спортивной школы номер 5, который находится в Хостинском районе на улице Возрождения, будут тренироваться в обновленном зале. Основной акцент в ремонте сделают на стены и их качественное покрытие. С учетом активной эксплуатации помещения, материалы используют износостойкие. Глава города обратил внимание на необходимость комплексного подхода к работам. Главное, чтобы каждая свободная территория использовалась. Вот напротив участок, там можно спортивный городок сделать, сделать максимально комфортно. То есть здесь сделать так, чтобы и на улице, и внутри могли заниматься. Эта спортивная площадка востребована в Хостинском районе. Вот что о школе рассказал ее директор Юрий Шин. Шесть отделений культивируются в нашей школе. Это такие отделения, как теннис настольный, греко-римская борьба, борьба карэш, англестинг, тэквондо ИТФ и тэквондо ВТФ. Результатов очень много. И есть чемпионы России, и призеры Европы. По этим видам разный тренерский состав очень такой. Есть заслуженные тренеры России. Результаты есть. Всего в спортивной школе номер пять занимается более 800 учащихся. В зале на улице Возрождения ходят на тренировки около двухсот. Для спортсменов, которые не прекращают тренировочный процесс и летом, тоже созданы условия для занятий. Например, в спортивной школе Олимпийского резерва номер семь к новым победам готовятся дзюдоисты. Тренерский состав тоже не отдыхает. Ребят, смотрите, вы делаете кувырки вперед, назад, колесо, просто разминаетесь. Хорошо по дорожке? У нас занимается в этой школе более ста детей. Все по-своему талантливые. То есть у нас есть все условия для тренировок. Тренируется сборница. Сборница России Михеенкова Инна. Она является членом юношеской спортивной сборной команды России. И мы надеемся, что ее результаты только будут расти. Спортивный комплекс, который возводят в состав спортивной школы Олимпийского резерва номер семь, возводят сейчас в микрорайоне Кудепстом. Зал единоборств строят на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета в рамках муниципальной программы развития отрасли физическая культура и спорт. В новом генеральном плане Сочи, который в данный момент разрабатывается, приоритет отдан социально значимому строительству. Так только до 2030 года на курорте появится 18 крупных спортивных объектов. Впервые в Сочи проходит выставка выдающегося художника Салбона Лыгденова «Зависть времен». В Бурятии и в мире его знают как талантливого кинорежиссера. Эта выставка – его первый отчет как художника-графика. Свою творческую карьеру Салбон начал на телевидении, а позже в известных фильмах в России и в Голливуде. Таких как «Миссия невыполнима», «Питер-ФМ», «Мы из будущего» и других. На выставке в Сочи представлена современная графика, выполнена в технике бумага-карандаш. Салбон Лыгденов – известный кинорежиссер с бурятскими корнями, который осенью прошлого года стал еще и художником. И уже в декабре в Москве состоялась его первая выставка. А сейчас жители и гости города Сочи могут познакомиться с его работами в Зимнем театре. Основные темы выставки – мужество, бурятская мифология и экология Байкала. Есть тема сайнеров, например, вот несколько работ «Клятва сайнеров», «Борьба за свет», «Небесные коневоды». Одну работу мы подоставили в дар Зимнему театру «Атака сайнеров». Здесь как раз вся видна мощь, стать и мужество воинов, которые представляет Салбон. Салбон работает в технике станковой графики. В всей его картины выполнен стиль бумага-карандаш, что позволяет ему быстро писать и создавать новые работы. Буквально на днях мы приехали из Владикавказа, привезли его работы. Было очень много восторженных отзывов. Когда он узнал, что будет проходить выставка во Владикавказе, он в течение трех недель нарисовал буквально осетинскую тему. В коллекции автора порядка 70 картин. 34 из них представлены в Сочи, и зрители уже определили для себя самые лучшие. Среди самых запоминающихся картин выделяют «Седой Байкал», которая служит олицетворением Байкала и привлекает своей глубиной и мистикой. Особенность этих картин в том, что они буквально пропитаны их автором Салбоном Лагденовым. Они отражают мужество, любовь к родине и постоянную тягу к изучению нового. Посетить выставку «Зависть времен» можно в Зимнем театре с 6 июля по 10 ноября. Елизавета Тарасова, Анастасия Матевосова, Дмитрий Петри. Время новостей. И на этом у меня все. Напомню, что наш телеканал можно смотреть на территории Большого Сочи во всех кабельных сетях на 22-й кнопке IP-телевидении и онлайн на сайте sochi24.tv. За самыми актуальными и интересными новостями курорта вы также можете следить в нашем телеграм-канале sochi24.tv и на странице ВКонтакте. Подписывайтесь. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp. Номер на вашем экране. Информационное вещание нашего телеканала продолжит выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша.